ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, ребята! Пишет мне Андрей Царёв, тоже давно писал, в октябре ещё. Сними как-то видео о грамотности американцев. Часто пишут с ошибками, прописью или печатными буквами. Трудно сейчас судить, потому что очень много, во всяком случае, у меня по работе, очень много корреспонденций, это же имейл, поэтому прописью или печатными буквами. Ну, как сказать? Именно по интернету, когда пишут, конечно, естественно, шрифта один, ну, вернее, шрифтов много, но всё понятно. И пишут, ну, часто мне случается, когда это идёт по работе, то пишут, в принципе, вполне так грамотно, насколько я могу судить. Тоже это всё субъективная информация, конечно, это всё моё мнение. Если речь идёт о каких-то смс-переписках, то часто, ну, не знаю, можно назвать этими это ошибками или нет, но часто просто это как бы сленг такой. Сокращаются, сокращаются имена, то есть сокращаются слова, типа, you пишут как одной буквы, you там. Иногда в имейле даже попадается, то ли привычка такая, то ли чё. Вот вместо they are писать they are, как одно слово, и это совершенно другое слово. Но это как бы уже, можно сказать, такая общепринятая ошибка, которая везде попадается, и, ну, и вроде как на это уже никто не обращает внимания. Ну, когда смотришь, смотря ещё, смотря где, то есть, когда у людей там еле-еле школьное образование, то часто я вижу, если вот уже говорить о рукописях, то часто я вижу такие более печатные буквы, такие, ну, шрифт такой, который больше похож на что-то такое ближе к печатному. Пропись, конечно, существует, но когда ей так, когда ей пишут, то иногда сложно разобрать, что там вообще написано. Иногда, бывает, мне приходят письма, я вообще не знаю, как они доходят, потому что там, блин, непонятно в адресе, что написано, название улицы непонятно. Ну, как-то вот доходят. Ну, может быть, потому что, может быть, потому что английский язык, может быть, мне не родной. Если бы я с детства там в школе изучал, как писать по-английски, там, той же этой прописью, ну, что-то типа наподобие прописи, то, конечно, наверное, мне было бы, может, и легче читать. А так, в основном-то это всё сейчас печатается и прописью, чтобы я от кого-то, может, какие-то длинные какие-то сообщения чего-то получал на бумаге. Ну, такого у меня просто в моей жизни такое не встречается, потому что всё компьютерное, всё электронное, поэтому о прописи или более печатных можно забыть, наверное, уже. Я когда пишу, например, я сам пишу, когда что-то на бумаге заполняю, если это какие-то анкеты, я стараюсь заполнять всё печатными буквами, чтобы идиоты, которые читают эти анкеты, не ошибались, потому что очень часто ошибаются. Если это какой-то более произвольный текст, то да, я пишу, ну, что-то типа вот наполовину, может быть, прописью, такая печатно-пропись, такая писанина получается. Ну, в общем-то, всё. А что ещё об этом можно сказать? Наверное, всё, поэтому резину больше тянуть не будем. Свидание! Субтитры подогнал «Симон»